Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня видите очередной выпуск в поисках ежей. Хочу ежей найти. Ёжиков. Надо найти, короче, ёжиков, потому что в России начали доставить печки. В магазинах еды уже нету. Всё, мордор, мордор наступает, ребята. Каменный век. Как вы говорили, украинские новости, что Россия переносится в каменный век. Ходил здесь, искал ежей. Но здесь, короче, пока ни одного ежа не нашел. Придется заходить, покупать, короче, пирожки с мясом ёжика. Ну, потому что сейчас столько ёжики продаются в России. Сами знаете. Так по телевизору говорят. И я вам, блогер, не дам соврать, ребята. Ну, сейчас мы перенесемся отсюда. Перенесемся мы отсюда куда? Правильно. Мы сейчас перенесемся на Воробьиные горы, потому что сегодня день города. А это значит 30 тысяч салютов. Сегодня озарят это небо. И чтобы было лучше видно, специально для вас я записываю это видео в 4К. Сейчас будет немного магии. Мы перенесемся, телепортнемся. Может, даже разобудем пирожки со вкусом ёжика. Погнали. Ну, как можете видеть, людей снова нету. Потому что все бегут из страны, как говорят по украинскими новостями, по польским. Они не врут. Всё горькая правда, ребята. Доставляют. Ну, всё как бы уже. Я ещё первые месяцы верил, что ничего не будет. Гномарок практически не встретить. Заправки пустые. Где есть бензин, на них очередя стоят. Вон там, вон, заправка. Деревья все китайцы вырубили. То есть зелени вообще в России уже не осталось. Ну, сами понимаете. Ох уж эти санкции. Какой ужас, ребят. Общественный транспорт вообще перестал ездить. Представляете? Дорог нету. Выживаем. Может, пора валить уже из страны мне. Куда-нибудь, не знаю. Пора мне, ребята, отсюда сваливать. Санкции меня придушили. Да уж. Реально, ребят. Каменный век в России наступил. Кругом бездомные. Разруха. Мордор. Как жить дальше? Как дальше жить, ребята? И вот это все я читаю ежедневно в интернете. Смотрю в зарубежных новостях. Эту информацию я беру не из головы. Это не моя больная фантазия. Что я вижу по новостям, то я вам рассказываю. Заодно и показываю, соглашаться со мной или нет. Только ваш выбор. Впереди телепортатор в виде метро. И сейчас мы прокатимся на метро. Ну, в метро в России сейчас на угряк будет, потому что электричества там больше нету из-за санкций. В общем, ребята, жена полная. Ну, я доберусь за Воробьева гор по-любому. Каменный век, ребята, Мордора. Даже станции деревянные какие-то. У нас в Киеве знаете какое метро? Ого-го! Совсем мордор отстает, ребята. Здесь какое-то все деревянное, что ли, красивое. Так, в Киеве знаете какие станции метро? Мама, не горю. Даже в Киеве современнее ходят. Ага. И наверх подниматься сейчас будет целая эпопея. Он же два раза поднимался. А пока наверх поднимется, забудет. Зачем пройдет? И вот сейчас мне подниматься, короче, вверх. Прошелся немного по набережной, посмотрел, как отдыхают орки в выходной день. Ничего нового. Вот. Можете посмотреть киевских блогеров, как в Киеве люди отдыхают, да? И то, что в России. Подниматься реально очень много. Ну, ничего. Я в Нижнем Новгороде поднимался. И здесь поднимусь, как говорится, да? Где круче, хрен знает. Короче, полный вперед, ребята. Короче, присел на полдорожки передохнуть, потому что, ну, реально, высоко подниматься. Тут нужно быть, не знаю, либо спортсменом, либо еще кем-то, чтобы подняться сразу, потому что там впереди лестница слева. Я только где-то, наверное, полпути поднялся, может, меньше. Дальше будет тупо лестница вверх, и все, и вариантов, короче, нету. И так вот зигзагами пошел с набережной, короче. Сейчас еще подниматься и подниматься. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока присел отдохнуть, времени у меня еще есть. В любом случае, дальше. Ну, вот, я и добрался. Осталось подождать два с половиной часа. И будет каев, ребята. Сегодня 875 лет Мордору исполняется. Теперь точно каменный верх не мерзнет, сто процентов. Как вы и хотели, я же обещал, что я не подведу. Держите. Вот такой вот он Мордор. Прикольный на самом деле, ребята. Есть, что посмотреть, есть, что показать. Вот такая вот, ребята, сейчас житуха под санкциями. Ну, пока все готовится к этому. Скорее, чуть позже, чуть позже все увидим сами своими глазами. Я запишу сегодня этот выпуск. Я в прошлой радость был на 9 мая. У меня была отвратительная камера. Не было никакой стабилизации вообще. Не было звука нормального. Я вам ничего не мог нормально показать. Сегодня, благодаря вашей поддержке, я вновь сюда смог приехать уже с нормальной камерой, с нормальным звуком. Так что, ребята, я надеюсь, вы оцените этот выпуск по достоинству. Потому что вы сами видите, в какой жопе мы живем. Может, мне уже аппаратом куда-нибудь в Казахстан уезжать, не знаю. А то как же здесь жить-то? Ну, в общем, ребят, сами все понимаете.